Я доцент кафедры высшей математики Андреянов Геннадий Иванович. Это превращается в профанацию. Это такая же ситуация, между прочим, простить выражение с автозаводами. Вот у меня дача, я там тоже это строил, помните эти автозаводы? Вот это строили в Козлово, понятно. Теперь рядом с нами гигантский покрышный завод на 15 миллионов покрышек. Кто-нибудь спрашивал там местное население о том, как это будет влиять на экологию? Близко нет этого. А 15 миллионов покрышек в год, это для экологии очень сильно. Причем рядом куча деревень, рядом Куровской. Потом возникает еще целая проблема, вы же знаете, наверное, у вас это очень актуально. Это проблема с мусором, верно? Да, да. И опять и опять Куровской там висит в качестве одной из этих санкций. Висит, да. Висит, да. И это самая большая нагрузка на этот регион. Потом, вот мы говорим, новая у нас экономика, верно? Да. А что мы кроме отверток там делаем? Отвертками только. Ничего мы там не делаем. Как только начинается это, не зря высшее руководство говорит, ах, мы теперь сильно задумались о тех предприятиях, которые производят. Мы должны холить или леять наши предприятия. У нас турбинный завод. Наша гордость и краса, который для обороны много делает. Что он теперь? На боку лежит. Я выпускаю. Я в МГТУ работаю, понятно, да? Мы выпускаем инженеров. Раньше, когда им говорили, построите нам вот такую, этот самый, ходовую турбину. Что они теперь заявляют? Мы не можем. Мы делали изделия мирового уровня здесь. А теперь нам говорят в Ленинграде, сделайте вот это. А мы не можем. У нас было КБ мирового класса. Теперь где оно? Фу! Мы кроме этого отвертками крутим. И чуть что, как только переизбыток, это все встает. Все встает. Потом спрашивается, кого мы кормим по большому счету. Да, мы машин здесь много понаделали, понятно, да? А в смысле экологии у нас провал. А потом, что мы кормим? Мы что, слишком много сделали там этих рабочих мест? Я о немцах, между прочим, хорошего мнения. Но даже они, когда у нас некоторые эти самые выпускники начинают советовать немцам, как улучшить технологию, немцы их не слушают. Почему? Потому что, как она на руководстве сказала, никакой науки в части автомобилестроения здесь быть не может. Вот наша мы, банановая республика, ничего мы в смысле делания нового нет. Они привозят нам разработки, и вот, пожалуйста, паразитируйте. А улучшить их, построить свое нет. Раньше мы выпускали инженеров. Теперь наш Бауманский выпускает только бакалавров. Понятно, да? А что-то три года отучился? Да, ничего, да, ничего практически в этом. Кроме этого, всех магистров, ну, есть у нас часть инженерных кадров, но по большому счету инженерные работы они на новых заводах не занимаются. Понятно, да? Почему? А все инженерные, большинство инженерных разработок там делаем не мы, понятно. Или, допустим, они привозят готовые изделия. Вот, пожалуйста, вот это можно что-то сделать. Технология отработана, все есть. Ну, фактически отвертки. То есть мы собираем, красим и все. Я работаю в Калуге давно. Работал раньше на КТЗ. Когда-то я закончил университет и пришел сюда. Калуга много сделала. И тогда у нас была достаточно мощная промышленность. У нас был радиозавод много. Я в свое время, когда служил в армии, сюда технику сдавал. Техника была неплохая, военная, понятно, да, и прочего типа. Мы много делали, очень много для обороны. Сейчас это все лежит на боку. Вот этим надо заниматься. Тут наше будущее. Если громко, далеко, так сказать, копать, вот это новое, о котором мы громко кричим, потом, посмотрите, наше руководство много говорит, какова производительность на новых Калужских местах. Они пишут 15 и прочий раз. Все это бутафория, глупости это. Это высосано из пальца. Там разобрано, собрано и привезло сюда. Честно говоря, вот вам пример, понятно, да? Вот это вот, кто спрашивал? Причем, вот это вот хорошее здание, глупостей в городе, это очень много. Ну, посмотрите, вот мы получили какие-то деньги, верно? Да. И все эти деньги зарыли в эти плиточные тротуары. А что, у нас обустройство нет? Нет. Может, у нас разве... У нас город затыкается в этих, в пробках. Разве у нас что-нибудь сделано? Ну, пытаемся мы вот эти односторонние движения. Но по большому счету проработка движения нет. Стоянок... Ну, сейчас начинаем что-то парковое делать, паркинги, понятно, да? Но по большому счету стоянок нет. Ну, есть у нас в центре некоторые паркинги. Какие-то деньги есть, но они не решают проблему. Они будут забиты буквально вчитанные год-два, и все. И все встанет опять. То есть, по большому счету, у нас хаос. Ну, в некотором случае такое броуновское движение.